В понедельник футбольный клуб «Русичи» собрался в полном составе, как местные, так и иногородние игроки. Плановый медосмотр подтвердил – все здоровы. И тренировки продолжились в двухразовом режиме – тренажерный зал и работа с мячом. Безусловно, главная новость последних дней – это потеря двух ключевых игроков команды. Новый контракт с клубом не стал подписывать защитник Павел Кадушкин, который почти со стопроцентной вероятностью пополнит ряды курского авангарда. И разорвал контракт с клубом и полузащитник Игорь Вознесенский. Предположительно, он вольется в состав футбольного клуба «Губкин». Причины, как всегда, просты. Футболисты растут, запросы увеличиваются. Наш клуб, может быть, не может какие-то выполнить условия контракта, которые, допустим, хотел бы футболисты иметь. А другие клубы более богатые и с более хорошими условиями нашим ребятам предлагают более хорошие контракты. Ребята засветились, появился на них определенный спрос. И на волне этого пошли предложения от агентов, от команд. Обидно терять не просто хороших игроков, а прежде всего местных воспитанников. Но футболист, как и любой человек, ищет там, где лучше. Конечно, бывали и задержки по заработной плате, и премиальным, но все игроки были предупреждены о возможности этого заранее. И больше пока никто не ропщет. Все остаются в клубе. Наверняка останется и Мирошкин. Андрей Мирошкин изделил желание остаться в команде. То есть сейчас идут разговоры о его личном контракте. Я думаю, что мы договоримся. И парень адекватный, понимает все. Помимо юных орловских футболистов, на просмотре в команде крайний полузащитник 93-го года рождения из молодежной команды Краснодара Никита Галкин. А также перспективный орловский вратарь Александр Селихов 94-го года рождения. А это значит, что клуб будет делать ставку на молодежь. Мы хотим, как говорится, сделать акцент на своих ребят, на молодежь. И мы по этому пути идем. Но нужно определенное время. Поэтому у нас есть свои местные ребята опытные. Поэтому зачем брать кого-то со стороны опытных на эти позиции, если у нас есть свои такие же. Уже со следующей недели команда приступит к более серьезным тренировкам при подготовке к третьему кругу первенства. И по-прежнему запланированы два выездных сбора команды. Андрей Жиляев и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.